МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня есть фотка этого приюта. Я когда смотрю на эту фотку, у меня голова начинает болеть. А почему? Просто мне не нравится в приюте. Прошло всего 4 года, но кажется, что целая вечность. Ведь она так долго ждала в приюте своих новых родителей. Теперь Марьяна живет в дружной семье. У нее есть папа, мама, 3 сестры и 4 брата. В доме, в который она пришла из приюта, давно не делят детей на приемных и родных. Все свои и всем хватает материнской ласки и отеческой заботы. Предместе Одессы. Просторный участок с домом и хоз с пристройками. Тут проживает большая приемная семья Нагребецких. Марьяна, Света, Маша, Никита, Гена, мама, папа, Леша, Дима. У каждого в семье свои увлечения. Старшие сыновья Дима и Леша обожают копаться в технике. Самостоятельно починили старую Волгу и уже заканчивают с мотоциклом. Жаль, возраст не позволяет самим за руль садиться. А ведь так хочется. Старшему только-только исполнилось 16. Пока те возятся запчастями, младшие ищут свое хобби. Раньше я танцевал, сейчас занимаюсь еще футболом, сейчас занимаюсь самбо. Больше так по спорту. Но иногда люблю рисовать. Глядя на эту дружную и веселую семью, не сразу веришь в то, что пятеро детей в ней – это сироты. Каждый из которых прошел свой путь к порогу этого дома. Тут предпочитают не вспоминать о причинах сиротства, но с удовольствием вспоминают про первые дни знакомства с новыми папой и мамой. Прошел, мне было страшно. Я был не адаптирован, я вышел из машины, была шелковица везде. Меня завели в дом. Я везде осмотрелся, показали мою комнату. Я много чего не знал. Меня везде все показали. Ну, когда на обед все спали. Потом воспитателька зашла, мы еще с одной девочкой спали. И зашла воспитателька и сказала, что там приехали. Выходи, я вышла. И сказала здрасте. Потом села на стульчик и начала стесняться. Ну, когда я приехала, мне очень понравились куры, которые по дворе бегали. Вот. Ну, пока мама курей потом завели, и куры мне очень нравились. Я каждое утро их ходила, кормила. Новые родители этих деток – Николай и Наталья Нагребецкие. Они знакомы друг с другом с детства. Вначале дружба, потом любовь и свадьба. Казалось, все предначертано. Но о том, что у них будет столько детей, никто даже представить не мог. Я вообще один в семье. Честно говоря, вообще не думал. Ну, хотя вырос, мы жили все в четыре семьи, и все было у нас тоже там человек десять детей. Вырос в большой семье, но у родителей был один. О том, что их будет много, ну, трое-то много. В детстве думала, что будет трое. Мечтала о том, что у меня будет трое детей. Это да. Но я как-то думала, что у меня будет двое своих, и один будет приемный. У меня эта цель была уже, так, лет с 15. Цифра три получила в их жизни другой, более страшный смысл. У нас не было три года детей. Для меня это был ужас, просто кошмар. Потому что я вот, ну, я как бы себя видела только вот, только в этом. Там дети, материнство, вот это мое. У нас три года не было детей. И вот эта мысль, которая с детства вот эта вот у меня, что надо там кого-то установить. Я тебе как-то говорю, ну, мужу говорю, ну, вот никак, ничего, что будем делать? Он говорит, ну, давай, усыновим ребенка. Ну, давай. Вот к этому мы с ним как бы пришли. Это такое было, ну, такое решение. И через месяц забеременела. И вот был первенец, потом через пару лет второй, потом третий. Вот. И когда уже у меня их было трое, проходит 2-3 года, и я просто понимаю, что вот оно время, уже пора. Первого хотели как первенеца, а второго хотели всегда, думали, может, девочка будет всегда. Получилось, что мальчик. А третьего, ну, давай, точно, может, девочка будет. И даже назвали Анечка, все. А потом оказалось, когда на УЗИ сказали, на мальчик, мы сидим с такими кислыми лицами. А он говорит, что же вы не радуетесь, вот мальчик. Я говорю, да какой же, третий мальчик. Вот так детские представления и взрослые желания подтолкнули семью к тому, чтобы после своих троих детей подарить крышу над головой брошенному ребенку. Я хотела еще мальчика. А это уже муж как бы наставил, ну, давай уже девочку. Потому что я как бы вот, ну, вот как бы с самого начала была вот мальчиковая мама. Была одна только причина, как разместиться всем туда-сюда. Потому что был предначально дом небольшой. Поезд затянул и пошел устроить. К этому моменту семья уже перебралась в пригород Одессы, чтобы детям было больше простора. А потом с тревогой решились на первый визит в социальную службу. Мы очень боялись идти туда, потому что перед этим я там читала, что, ну, служба, они вам будут там как бы палки в колеса вставлять и вас на этот, ну, проверять вас, какие там ваши цели, действительно ли вы хотите к этому все. В общем, вас могут плохо принять, вам могут там нахамить. В общем, ну, как бы там прочитала очень много всего. Вот. И муж был в этом Беляевке. Я ему говорю, ну, ты там как бы рядом все равно. Говорю, зайди, узнай, что нужно нам для этого вообще. Можем мы вообще быть когда-то этими там усыновителями или нет? Я говорю, ну, если там они будут там грубо с тобой, смотри. Ну, чтобы, в общем, там, держись, чтобы все было нормально. Вот. Ну, как бы проходит время, звонит мне коллега, я ему говорю, ну, как, ну что? Он мне говорит, ну, слушай, напоили меня кофем, посмеялись со мной, дали мне список, ну, то, что нам нужно, как бы там, документов, и я еду к тебе с этим списком. Так в их семье появилась маленькая Света. Биологическая мать отказалась от нее в роддоме. Наташа и Николай удочерили девочку. Когда не делаешь из этого там какой-то большой тайны, какого-то ужаса, боже, ты там усыновленная или приемная, ну, какая разница? Какая разница, ты там усыновленная или нет? Мы сейчас там одна семья, это мой ребенок. Да, она узнала, но как-то мы к этому относимся спокойно. Мы потихоньку там, как бы, открывали ей вот это все, потихоньку тайну, и все, красиво все, у нас нету с этим проблем. Страха нету, что кто-то там что-то узнает, кто-то скажет. Света – маленькая гордость семьи. Еще в пять лет она пошла в первый класс. Сейчас одна из лучших учениц. Говорит, что так стремится выполнить просьбу новых родителей. Так, чтобы ты была умная, в каждой работе надо ум. Со Светой у нас все просто влилось, как будто бы, ну, все легко и просто. Ну, прошел год, я говорю, ну, боже мой, вот она дома, все как бы у нас, как бы, ну, там, слава Богу, хорошо все. Ну, а сколько там еще вот осталось вот таких же, как она, одиноких детей. Вот, и мы решили, что можем взять еще одного ребенка в дом. Вот, и опять поехали в службу. Наталья и Николай стали счастливыми родителями четверых прекрасных детей. Решили расти дальше. Подали заявку, и однажды их телефон зазвонил. Позвонили, сказали, что есть девочка в приюте, вот, привезли там, как бы, недавно. И все, там, поедите, посмотрите. Все, и как-то я приехала, посмотрела, она была вылета, очень похожа на мою маму. И даже ее так же зовут Тоня. Мою маму Тоню зовут ее Тоня. И все, и вот это, как бы, вот, увидела, говорю, о, это моя. Меня сначала позвали воспитательницы, сказали, иди познакомься. Ну, и я пошла, и там все, и мама, и папа. Через год семья решила взять еще двоих детей, мальчика и девочку. Этот шаг давался непросто. Ребенку уже было около 10 лет, и на Гребецке волновались, смогут ли найти контакт с таким уже взрослым ребенком. Но как только они познакомились, все вопросы отпали сами собой. Старших боятся брать, естественно, и мы тоже, тоже как будто боялись сначала. Мы приехали в приют, я говорю, ну, где у вас здесь мальчик, которому 10 лет? Ну, как бы, мы увидели девочку, а потом думаю, ну, надо мальчика посмотреть. Где у вас мальчик, 10 лет? Ну, нам, как бы, показали мальчика, а он там переворачивается, скачет, сальто прыгает, колесо крутит. Я ему говорю, ну, привет, там, как он тебя зовут, все. Вот он говорит, сколько тебе лет? Он говорит, вот, скоро будет 10. Я ему говорю, а когда, он говорит, 27 июня. А у меня, вот, сына младшего тоже 27 июня. Я поняла, хорошо, господи, я беру их двоих. Вот, и вот мы, вот у нас двое еще прибавилось. Они говорили, что дома есть много детей. Меня сразу стало веселее, потому что, как бы, дома свои дети, ну, всех потихоньку узнаешь и весело. Ну, говорили, что у себя комната, ну, все будет хорошо. Сейчас в семье воспитывается 8 детей. Сама Наталья говорит, что старается не берегить прошлое и не задает детям лишних вопросов. Для нее значение имеет только их будущее. Для меня гены – это рост, цвет волос, цвет глаз, характер какой-то там, ну, я имею в виду, там, сангвиник, холерик, еще чего-то. Для меня вот это гены. Остальное для меня лично – это воспитание и выбор наш, выбор жизненный. В семье, где 8 школьников, уделить внимание каждому непросто. В прошлый год я думала иногда, что я сойду с ума, да, и, как бы, ждала каникул больше, чем, как бы, кто-либо. Потому что, действительно, все уроки, все на маме проверка, вся на маме. Если мама портфель не этот вот проверит, кто-то что-то забудет, это нормально. В семье с удовольствием общается с родственниками приемных детей. Правда, только с теми, кто действительно их любит. Где-то через года два после того, когда Маша у нас была в семье, нам позвонили со службы, начальник службы нашей, и сказал, что вот, ну, говорит, ну, как бы, там, возле меня сидит сестра Машина старшая, вот, очень просит, там, общение хотя бы, там, ну, как вы. Она говорит, ну, почему бы и нет, в принципе, мы не против общения с родственниками, ну, если это, там, нормальные родственники, нормальные. Вот, и, в общем, через некоторое время она нам позвонила сама уже, там, как бы, сестра Дуся, потом мы встретились, вот, отличные, хорошие девочки тоже, ну, они, как бы, тоже выросли, получается, в интернате. Ну, перед, перед Машей, потом Машу уже оттуда, как бы, ну, она у них младше, забрали. Вот, и теперь, потом Дуся вышла замуж, родила ребенка, а я теперь крестная этого ребенка. В общем, мы теперь дружим с семьями. В семье Нагребецких сейчас все внимание уделено будущему этих детей. Они в том возрасте, когда ищут себя. Вот старший любит копаться в двигателях, значит, будет механиком. Тоня увлечена фотографией и кулинарией. Время есть еще определиться с каждым. Главное – их всех любить. Напоследок семья открывает седьмому дозору маленькую тайну. Возможно, скоро здесь появится еще один ребенок-сирота. Я не думаю, что я закончу на этом. Я думаю, что когда они повырастают, ну, еще, по крайней мере, хочется пару детей вырастить. Так что, думаю, будем дальше двигать. Если сейчас еще кого-то предложат, как они все-таки? Пойдется строить? Не, ну, конечно, если есть возможность помочь, то поможет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok